всем привет друзья это на качественные колеса в этом выпуске я хотел бы ответить на самые популярные вопросы часто задаваемые мне в личку или в комментариях ответы на которые многие не дождались и хочу рассказать почему я не отвечаю вам на сообщение и возможно даже ответить именно на ваш комментарий и в качестве бонуса я для самых подкованных моих зрителей в конце этого выпуска подготовил викторину сможете ли вы ответить на вопрос о масле в общем оставайтесь с нами смотрите это видео до конца погнали еще три года назад я даже себе представить не мог что у меня будет почти 400 тысяч подписчиков и меня будут смотреть и писать какие-то комментарии я хотел бы вам сказать спасибо спасибо за то что вы смотрите меня и надеюсь что вы подчеркнете своих роликов что-то интересное новое для себя и я не зря старался но с количеством подписчиков растет количество вопросов задаваемых мне в личные сообщения и в комментариях и это количество переходит уже за тысячу и на все просто я физически не могу ответить я прошу не обижайтесь пожалуйста ну я хочу чтобы вы понимали что мне чтобы ответить на один вопрос нужно потратить около 10 минут это нужно прочесть сообщение обдумать его и напечатать а печатаю я не очень быстро поэтому получается где-то так и за час я могу ответить на подобных вопросов нужно где-то на 6 вопросов то есть напечатать их так скажем письменном виде и как только я отвечаю на эти вопросы мне эти же люди сразу же задают еще несколько вопросов то есть количество их еще возрастает а поймите что в день не может прийти сотня сотня сообщений и сотня вопросов и эта переписка переходит из ранга ответ на вопрос просто в диалог и но вы поймите что я не могу с каждым так общаться у меня просто жизни даже все не хватит но каждое ваше сообщение я вижу они мне вдохновляют на создание новых роликов я очень рад что среди моих подписчиков большинство адекватных и грамотных людей но существует такое что пишут мне и не совсем адекватные люди первом сообщении просит совета для того чтобы я им в чем-то помог а затем не дождавшись ответа начинают писать гадости и уже переходит на личности и оскорбление и даже не дождавшись моего ответа закрывает свою страницу закрывается и сообщение чтобы я не дай бог не зашел к ним и не написал им где-нибудь на стене какие-нибудь гадости так хотелось бы и большая часть моего свободного времени уходит на создание новых роликов вот как раз готовится новый ролик о шумоизоляции и замеров шума в автомобиле кстати не пропустите будет очень интересно и хорошо что у вас есть возможность задать вопрос в группе вконтакте на стену в раздел предложить новость и услышать ответ от моих друзей грамотных специалистов которые разбираются очень хорошо разбираются в маслах вопросы бывают разные и я хотел бы разобрать некоторые из них ответить на самые популярные и на некоторые странные вопросы поехали сделай обзор или расскажи про это масло и называет бренд которого по моему в природе даже не существует такое ощущение что люди играют в игру найди самое неизвестное масло и залей его себе в автомобиль и объясните пожалуйста для чего это неужели вы верите в чудеса неужели вы думаете что какие-то другие производители что-то не долили в свое масло а именно эти неизвестные производители именно они сделали то масло которое будет чудесного и лучше всего для вашего автомобиля чтобы вы понимали в россии представлено больше тысячи различных мелких и крупных производителей масел и все эти масла подгоняются примерно под к определенный допуск то есть они должны соответствовать определенным стандартам и подходить для определенных автомобилей да вы сами можете создать любое масло имея определенное количество денег обратившись на завод блендер и заказать там просто обычную формуляцию которую вам смешают залиют вашу упаковку и вы можете продавать также у себя в магазинах или распространять по всей стране вот вам небольшой бизнес-план от меня пользуйтесь кроме того за границей есть масла которые к нам никогда поставляться не будут например в германии есть масло которое разливается в пластиковые пакеты вы можете себе представить масло в пакете вы можете себе представить масло в пакете но возможно в этом есть какая-то своя изюминка или своя фишка и однозначно это очень хорошо для утилизации напишите в комментариях как вы думаете почему это масло никогда не будет продаваться на территории россии ты мне масло а то мое отчет не нравится чет не нравится а чё не нравится ну как то не так работает раньше лучше работала но я даже не знаю для таких людей всегда советую отмыть автомобиль почистить салоне повесить новую пахучку включить какую-нибудь классную музыку можно даже в бубен пару раз ударить и вы почувствуете что ваш автомобиль поедет по-другому двигатель будет чище работать и в нем даже мощность появится вы никогда не замечали что когда машину помоешь она лучше едет едет именно так как вы хотите с объективным восприятием вообще очень сложно бороться когда человека что-то насоветовали или рассоветовали у него появляется идея фикс и нужно сразу же поменять масло как будто после этого двигатель будет лучше работать и что-то в жизни поменяется и очень интересно что когда меня спрашивают какое же мне масло свой автомобиль залить ты называешь им производители и он говорит нет я это уже заливал давай мне другое это чуть не нравится тогда резонный вопрос чё-то не нравится тебе или твоему двигателю который ездил бы на любом другом производители дешевле или дороже и которого в принципе все устраивало но как можно задавать совет человеку который сам не знает чего ожидать здесь я бессилен у меня автомобиль mazda и я до этого заливал масло оригинальное nissan но друзья мне посоветовали масло оригинальное toyota оно потому что меньше горит скажите это хороший выбор mazda nissan toyota я вообще не сторонник оригинальных масел ввиду большого количества их подделок дорогой цены и узкой специализации в запусках но во первых мы сами даже не знаем какого производителя масла заливает автопроизводитель в канистру под своим значком все оригинальные масла как правило имеют допуск одного автомобиля и эти масла прошли испытания по самому нижнему уровню чтобы просто соответствовать допуску этого автопроизводителя но уже универсальные масла именитых автопроизводителей и не очень имеют себе несколько допусков разных автопроизводителей это говорит о том что все эти масла имеют гораздо большую широкую специализацию и пройдут все испытания гораздо большим запасом прочности но как правило оригинальные масла автопроизводители будут стоить практически в два раза дороже все потому что автопроизводитель подумал за вас и решил что вы будете заливать именно это масло а вам уже думать надо и вы просто платите больше но вы же не любите когда вас обманывают поэтому надо немножечко думать и включать смекалку еще один очень интересный вопрос что же скрыто в канистрах масломатюрь ну наверное я даже не знаю но скорее всего моторное масло часто и интересный вопрос а правда ли что масло 540 лучше чем масло 530 об этом я неоднократно говорил своих роликах о том что не стоит переходить с масла 530 на масло 540 после там 100 или 150 тысяч километров то есть по прошествии некоторого количества лет заливать более густое масло если двигатель рассчитан на более жидкое но не стоит забывать что любое масло к концу эксплуатации становится только гуще но ему по-прежнему нужно проходить через все мелкие канальцы например в маслоотводящие каналы в поршнях которые в процессе эксплуатации лакируются и диаметр их становится еще меньше и густому маслу на становится сложнее через него пройти и поршневые маслосъемные кольца не успевает снять все масло и она может попадать в камеру сгорания не нужно забывать про и про каналы гидрокомпенсаторов те которые толкают клапана канала становится меньше и густому маслу намного сложнее через него пройти отсюда небольшое масляное голодание и стук самих гидрокомпенсаторов выходит несмотря на то что процесс эксплуатации зазоры в некоторых местах становится больше не нужно туда заливать более густое масло. Оно вам точно не поможет. Будет ли лучше мне залить масло с допуском SN, если до этого заливал масло с допуском SL или SM? Не всегда. В одном из своих выпусков я говорил, что масло с допуском SN является самым современным допуском, и все современные автомасла должны соответствовать именно этому допуску. Сейчас же появился допуск SN+, но это не значит, что он будет лучше для вашего автомобиля. Все потому, что после 2010 года за автомобильную сферу плотно взялись экологи и давят со всех сторон. Нужно снижать токсичность, нужно снижать выхлопы, нужно снижать зольность в маслах. Все борются за экологию. И эта борьба за экологию приводит к тому, что раздаются новые стандарты, которым должны соответствовать и автомобили, и топливо, и автомобильные масла. В современных маслах снижена зольность и сажеобразование для того, чтобы не забивать сажевый фильтр, установленные в глушителе автомобиля. И если у вас на автомобиле нет сажевого фильтра, то вряд ли вам нужны эти экологические стандарты. И именно допуск SN и современный допуск SN+, соответствуют очень жестким экологическим стандартам. Короче, если говоря простым языком, масла с допуском SN просто соответствуют всем экологическим нормам. И они могут быть такими же, как масла SL и SM. Примером того может служить масла с вязкостью 5-40, синтетические, но допуском SL. У них просто нет экологического допуска. Он им не нужен. Они сделаны для автомобилей, в которых нет сажевого фильтра. Вот и вся разница. Так что если у вас в автомобиле нет сажевого фильтра, то пожалуйста заливайте масла с допуском SL и SM. Хуже от этого не будет. А какое же масло я себе заливаю в свой автомобиль? Так уж сложилось, что в последнее время я заливаю те масла, над которыми ставлю эксперименты. Могу залить и контрафактное масло, и просто проэкспериментировать с любым другим маслом. У меня нет привязки к какому-то определенному производителю моторного масла. 15 вообще схавает любое масло, какое в него не залей. А акцент, ну заливаю любое масло 5-30, и оно уходит нормально. Как вы помните, 15 я вообще заводил без масла, и некоторое время на нее ездил. И мне очень забавно читать комментарии, когда авторюбитель выбирает на свою 14 или 15 среди нескольких производителей именно синтетическое масло. И думает, какое масло залить себе. Матюль, Кастрол, Шелл или Мобил. Ну начнем с того, что в отечественном автомобиле восьмиклапанное достаточное масло 10-40, полусинтетическое. Она будет ездить все время эксплуатации отлично. И поэтому заливать какое-то суперское масло в этот двигатель, просто баловать его. Ресурсы его вы не продлите. То же самое и акценту. Двигатель в него довольно-таки уже старый, он 2000-х годов разработки. И в него можно заливать любое масло 530, так же как и во всех азиатах. И он будет свистеть, пердеть и радоваться до конца своих дней. О резкости я уже высказывался в одном из своих предыдущих роликов. Если вы пропустили, обязательно посмотрите. Я уверен, что я ответил не на все ваши вопросы, и поэтому я продолжу данную тему в одном из следующих выпусках. Но пока я хотел объявить такую небольшую викторину для тех, кто досмотрел это видео до этого самого момента. Викторина для моих самых подкованных зрителей. Можете ли вы определить, что произошло с двигателем по данному видео? Пишите свои ответы в комментариях, и первому, кто ответит правильно, я пришлю комплект косметики. А правильный ответ я скажу в одном из своих следующих выпусков и сделаю следующую викторину. Друзья, еще раз благодарю каждого из вас за обратную связь, за то, что вы смотрите меня, за то, что поддерживаете. Мне очень приятно, это стимулирует меня на создание новых роликов. Но на этом все, вынужден с вами попрощаться. Увидимся с вами в следующих выпусках. Будьте добрее на дорогах. Всем пока! Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на второй канал на инстаграм, вообще на все подписывайтесь. Я опять это забыл сказать, приходится вставлять это в конце. Рекомендуйте видео друзьям, это там поможет распространению данного видео. Спасибо вам еще раз. Все, пока!